В 2022 году по инициативе главы города Каспийска Бориса Гонцова была открыта этно-студия. За время работы творческой организации около трех тысяч детей прошло обучение, среди которых не только космичане, но и гости из новых регионов Российской Федерации. Именно здесь проходят различные выставки декоративно-прикладного искусства и предметов быта. Бесплатные занятия и мастер-классы с детьми и взрослыми, такие как ковродилия, кайтакская вышивка, керамика, насечка по металлу и дереву, изготовление кукол в национальных костюмах и многое другое. Мы таким образом рассказываем детям про различные промыслы и какие орнаменты в них используются у разных народов в разных селах. Это у нас и болхарские, и кубачинские, и ковровые орнаменты разных народов, и унцукульские орнаменты. Самые разные у нас есть материалы, которые мы показываем детям. Второй мастер-класс, который сейчас начнется, это мастер-класс, где дети изучают конкретно болхарский орнамент. Мы предоставляем детям шаблоны, по которым они изучают орнамент, как он должен быть расположен, как он использовался раньше. И дети создают свою версию этого объекта, кувшинчика или тарелочки. Стоит подчеркнуть, что большой вклад в развитие этно-студии также вносят люди с ограниченными возможностями здоровья. Для них это место вдохновения и воплощения творческих идей. В нашей этнической студии изготавливаются куклы в национальных костюмах. Наша мастерица Назира представляет самый широкий спектр этих костюмов всех народов Дагестана. И украшения для этих костюмов, для этих кукол делают люди с особенностями здоровья. Они уже два года помогают нам, каждый день практически приходят сюда и изготавливают эти костюмы. Руководителем этнической студии является потомственная коврочица Назира Нурова. Именно она придала свой особенный стиль учреждению и привлекла к нему многих творческих деятелей. Помимо всего, Назира также проводит мастер-классы по ковроткачеству. У нас в ковротделе, в коврах всегда идут две переплетения нити. Обязательно, чтобы соткать один узелок, нужно взять нижний, вот видишь, посмотри, видишь, они две идут параллельные нити. И верхнюю, нижнюю мы берем нижнюю, вытягиваем к себе, продеваем нитку, верхнюю нитку держим так, снизу ножиком вытягиваем и получается узелок. И срезаем. Кроме того, работы, сделанные в студии ежегодно, представляются на различных конкурсах муниципального, регионального и федерального уровня, а также фестивалях и съездах. В феврале текущего года организация представила свои работы на выставке «Россия» на ВДНХ. На сегодняшний день сотрудники этностудии делают все необходимое для патриотического воспитания и развития культуры и традиций народов Дагестана не только в городе, но и по всей стране. Продолжение следует...